Около отеля находился рынок, где мы регулярно покупали местные фрукты, да и не только фрукты. Перед шоу трансвеститов в Паттайе нас привезли в маркет, дали время там походить, посмотреть и купить что-нибудь на память. Конечно, впечатлило оформление самого маркета и снаружи и внутри. И чем выше мы поднимались, тем больше удивлялись. Это сейчас уже у нас тоже так красиво оформляют магазины. А в то время для нас было это все удивительно. Хочу дать несколько советов. Там очень много бутиков и можно очень недорого купить действительно фирменные и качественные вещи. Товары на первом этаже самые дорогие. И чем выше поднимаешься, тем они дешевле. В бутиках не принято торговаться, а вот наверху очень даже приветствуется. Тайцы даже по-русски научились говорить «Давай-давай! Потом-потом!» Нам так было забавно это слышать. Сбросить цену можно очень даже ощутимо. Моего мужа даже где-то назвали «Русская мафия!» Здесь я купила несколько упаковок ароматических конусов, которые у меня до сих пор еще есть. Вещи тайского производства. Прикотаж и женские платья в тайском колорите. Очень хорошего качества. После многих стирок выглядят как новенькие. Некоторые вещи у нас носятся до сих пор. А накупила я их здесь очень много. Не помню точно, но по-моему, чемодана два. Кстати, очень красивые тайские халаты. С двухсторонней, с вышивками с двух сторон. Мы потом узнали у гида, да и посмотрели на карте, которую обычно выдают туристам, где находятся супермаркеты и рынки, на которых отовариваются сами местные жители. Ну и, конечно, туда съездили. А доехать просто. Недалеко от нашего отеля все время стоят и ждут тук-туки, готовые доставить вас в любую точку на карте местности. Мы с мужем одни ездили даже. Только обратите внимание, что движение там не как у нас, а в обратную сторону. Будьте осторожны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...